Под санкции США вновь попали российские компании. На этот раз в списке оказалась Объединенная судостроительная корпорация. Может ли это как-то сказаться на дочернем предприятии ОСК Севмаше? Официальные лица ПК говорить не берутся. Федеральные интернет-издания уточняют, что ограничительные меры, касающиеся Объединенной судостроительной корпорации на практике, означают замораживание ее активов в США в случае наличия таковых, а также запрет на введение дел с ОСК для американских физических и юридических лиц. А вот так в своем твиттере прокомментировал введение санкций вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Решение Обамы наложить санкции на ОСК – верный знак того, что российское военное кораблестроение становится проблемой для врагов России. Добавим, что Владимир Путин не так давно поручил перевести производство всех комплектующих для строительства надводных и подводных кораблей на территорию России. Эти меры помогут избежать проблем в случае введения нового ряда санкций против нашей страны, а также не дадут затормозить строительство новых подводных лодок, в том числе и тех, которые в минувшие выходные заложили на Севмаше. Так, например, АПЛ «Красноярск» будет строиться по модернизированному проекту «Ясень-М». Материалы на нее будет поставлять в основном российский производитель.